Сегодня мы будем делать памперы. На автомобиль Додж. Восстановим лопнувшие места, трещины, трещины краски. Вот, тут не было у нас уголка. Вот, то есть мы одели пампер, приварили вот такой уголок и запаяли пластмасс. Теперь мы померили пампер, чтобы у нас зазоры были. Теперь нам надо убрать всякие трещины. Вот трещины, вот трещины. Хоть эти трещины у нас и на краске, а не на пластмассе. Их все равно нужно убирать. Вот эти места вокруг трещины чистим вот так вот болгарочкой. Потом мы это все спаяем. И вот тут, как на той стороне я вам показал трещинку, надо вот так вот обработать болгаркой. Эту трещинку на краске нужно снять до пластмассы. Иначе, если вы даже перешпаклюете трещинку, она у вас, когда вы будете замывать, грунт все равно вылезет. То есть, надо все убирать вот так вот болгарочкой. Все-все трещинки, что есть, вот места. Потому что при ударе, как бы, пампер откололся, казалось бы, здесь. Но пампер деформировался, и краска отошла от пластмассы. Вот, как вы видите, трещинки. Все их надо снимать. Снимаем их болгарочкой. Шкуркой вы их не снимете. Это будет очень долгий процесс. И, как бы, человек не на опыте, снять их очень тяжело и долго. А болгарочкой вы это все быстренько, вот до такой степени снимете. И потом вот эти места можно уже шпаклевать. А эти места еще нужно пропаивать. Как пропаивать делать? Видите, оно у нас, как бы, неровненько, да? Нужно выровнять все это место и начинать прогревать вот с этого места. С ровного места паяем. Паять нужно не точками, а все, как бы, вот так вот, кучка, чтобы у нас весь пластмасс пропаивался, а не прихватывался. И почти насквозь. Видите, как он у нас расплавляется, греется. Паяльник нужен соткой. Если меньше будет паяльников, вы просто не пропаяете. Как бы замажете, и от этого толку не будет. После того, как мы это все вот так запаяем, потом шок мы обработаем и зашпаклюем. С той стороны мы усилим стекловолокнистый шпаклюк. Она идет на пластиковую основу. Примерно вот такая вот поверхность получилась. Но с той стороны у нас тоже, как бы, место прослабленное. Значит, нам его надо тоже. Вот с этой стороны у нас тоже, как бы, трещина, да? Вот и обратная сторона. Сейчас мы вырежем вот такую пластинку из пластмассы. Нагреем ее феном. И приклеим сюда. После чего паяльником мы ее еще паяем. Продолжение следует... После того, как мы все убрали, вот такими движениями берем 150-ю шкурочку и обрабатываем поверхность. Для чего мы это делаем? После болгарки остаются волоски. Ну и после крупной шкурки тоже. Остаются волоски на бампере. Их надо убрать, иначе будет неудобно вам шпаклевать. Убираем вот до такой степени все. Здесь у нас была глубокая трещина. На месте трещины убираем до пластмассы. Иначе эта трещина у вас опять вылезет. Вот эти места все тоже мы почистили. Сейчас мы пройдем 150-й шкурочкой вокруг и помоем бампер. Посмотрим, что-то еще мы пропустили. Берем вот такую вот шпаклевочку на первый слой. Это шпаклевка фирмы Novel. Шпаклевка на основе пластика со стекловолобном. Некоторые пользуются живицей. Шпаклевка идет на основе фактической смолы. Это не очень хороший материал, потому что когда гнется пальцем, это все-таки пластик, она очень жесткая шпаклевка. И она лопается. Эта шпаклевка имеет свою небольшую эластичность. То есть она гнется вместе с бампером, и поэтому трещины трещины не меньше вероятности шпаклевки. И таким способом вот накладываем. Шпаклевки нам нужно будет много. Как бы не надо бояться, что, говорят, много шпаклевки. Если она хорошо наложена и хорошо просушены слои, шпаклевка никогда не лопнет. Ну, если вы, конечно, в тепловоз не заедете. И вот так вот размешиваем. Сначала мы закладываем в проблемные места, то есть сделаны более крупные места. Начинаем вот с этого, начнем. Вот такими движениями. Шпатель не вжимаем. Первый раз вжимаем, чтобы оно у нас все ушло туда глубоко. То, что мы теряем шпаклевочку, ничего страшного, экономить не надо. Сэкономите шпаклевку, потеряете время. Шпаклевка очень быстро высыхает. Вот так закладываем. Первые слои можно накладывать не очень аккуратно. Нам главное заполнить те места, которые у нас открыты. так вот прям накладываем. Утапливаем шпаклевочку, чтобы она во все плоскости попала. Лишнее снимаем. Это потом мы шкурочкой обработаем все. Сильно с горой тоже накладывать не надо, потому что потом обрабатывать будет тяжело. Особенно уделите внимание на каемках. Каемки очень тяжело чистить, чтобы там сильно много не накладывали. и таким образом перекладываем вельбанк. Это очень хорошая шпаклевка. Она чуть подороже, но ей очень удобно работать. Она хорошо тянется, хорошо ложится в северсах. Проблемные вырастят влезы по плоскости. Такими движениями не получится ничего страшного. вы можете переложить больше количества, потом сотрете это все. Вот такая картинка у нас получилась. Как бы бампер у нас считается восстановлен. Осталось делать за малым. Подготовить его к покраске. То есть не за малым, это, конечно, тоже труд. Готовим так же, как и автомобиль, так же, как и по железу. Стираем первый слой можно 80-й шкуркой, потом накладываем второй слой и уменьшаем размер шкурки. После 80-й трем 120-й, потом 150-й. И уже под грунт готовим 240-й и 380-й шкуркой. Ну а пока у нас передний бампер подсыхает, посмотрим, что можно сделать с этим бампером. Этот бампер у нас немножко побольше пострадал. Чудка видите, эта сторона у нас разбита. Эта сторона вроде целая. Вообще в таких случаях целесообразнее, если где-то на разборке найти, можно взять половинку бампера, то есть обрежать и поменять. Ну и здесь мы попробуем с помощью фена хотя бы выровнять пока вот эту часть. Субтитры ну вот как-то такая-то картинка у нас получилось как вы видите дальше наши действия пропаять места которые у нас лопнувшие также обработать и принцип действия такой же как и на переднем бампере мы делали все пропаиваем убираем и шпактуем вот как то так мы наложили основу теперь главное не торопиться слой шпаклёвки у нас большой поэтому нужно шпаклёвки дать хорошо просохнуть здесь у нас уже два слоя оставляем этот бампер на ночь не торопимся для чего для того чтобы вот эта шпаклёвка мы в нее добавили отвердителя в два раза меньше чем добавляем при обычных работах для чего это сделаю объясню нужно чтобы шпаклёвка сохла потихоньку они сразу потихоньку почему чтобы у нас тут большие неровности были чтобы шпаклёвка не высохла до того как она примет форму неровности углублений она должна проникнуть во все углубления и потом постепенно высохнуть завтра мы это все сотрем и уже будем накладывать выравнивающие слои то есть это слои уже будут последними ну в принципе дальше все то же самое что и идет по ремонту бамперов по ремонту бамперов можете зайти на мой канал и там в разделе избранное есть видео уроки зайдите и посмотрите работа остальная та же самая по покраске все так же как и на машине вот у нас машина уже скоро будет закончена бампер когда вы уже сделаете перед грунтом обязательно его надо померить как он встает вот по этим зазором как по фарам встает померить потом кратко после покраски это будет сделать как бы не реально реально но надо все переделать вот как вы видите мы с вами уже поменяли крыло четверть выкрасили готовим бампера однако и и и и и Продолжение следует...